Какими выслами заезжать в операционную? Ну, с хорошими. Вернуться хорошо. Впереди сложная операция, но настроение у Николая бодрое. Мужчина понимает, когда после наркоза придет в себя, сможет нормально видеть. Сейчас у него в глазах все двоится. И это не просто дискомфорт, а элементарно опасно для жизни. Углы, люди, дороги. Разобраться, где реальный объект, а где двойник, практически невозможно. В несчастном случае у меня произошел, что-то возговаривает, поломалось. Много переломов. Мои глаз у меня начали косить и упало. Несколько недель в больнице в родном Гродно долгая реабилитация. И если кости срослись, то надежда, что зрение восстановится, таяла с каждым днем. А все потому, что у пациента травмированы глазницы. И даже современные томографы не позволяют медикам в полной степени оценить масштабы дефекта. Видно, что стеночка вот здесь отсутствует. Также все мягкие ткани опускаются ниже. При 3D-реконструкции всех этих изменений не видно. В связи с тем, что стенки костные достаточно тонкие. Поэтому медики придумали новую технологию. И в прямом смысле напечатали на принтере индивидуальную модель глазницы пациента. Медбиотех, выполнив индивидуальную модель глазницы, индивидуальную модель дефекта, предоставил нам индивидуальный имплантат, который доктор может потрогать руками, попробовать его установить. То есть он полностью перекрывает размеры дефекта и четко соответствует анатомическим границам реконструируемой зоны. Такой имплант, к слову, также разработка наших врачей. Мы хотели, чтобы имплант полностью отделял содержимое глазницы от гайморовой пазухи, чтобы не было перехода инфекции. Кроме того, наличие пор обеспечивает в импланте его более четкое и крепкое положение. Это как бы дополнительная фиксация. Потренировавшись на такой модели, врачу стало проще проводить операцию. Ее можно до начала полностью спланировать. Да и проходит она намного быстрее. Этот пациент максимум через полтора часа уже будет в палате. Долгий путь к выздоровлению уже проделала еще одна пациентка этих врачей. Анна так просила себя называть девушка, пока не готова снять перед камерой солнечные очки. Ей предстоит еще одна операция – косметическая. Четыре с половиной месяца назад девушка пережила страшную аварию. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Переломанный позвоночник врачи восстанавливали около месяца, а уже после вернули зрение. Операция прошла успешно, слава богу, и прогнозы хорошие, все восстанавливается. Никакого раздвоения в глазах, четкость картинки и, конечно же, все цвета и краски мира. Зрение благодаря новой методике офтальмологи вернули уже 40 пациентам. А к концу года их станет еще больше. В будущем такие операции будут делать по всей стране. Сейчас столичные врачи передают опыт хирургического вмешательства с использованием трехмерных технологий. Влада Корницкая, Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ.